У меня никогда такого не было. Я всегда плачу, как получаю квитанцию. Например, получила 10-го числа, а я 11-го, 12-го иду платить. К числу коммунальных неплательщиков Альфия Гузельбаева никогда не относилась. Вот и счет фактуру за ноябрь женщина оплатила 13 декабря. Однако сделала это через Интехбанк. Как оказалось, до управляющей компании деньги не дошли. И в счет фактуре, которую жительница получила уже за декабрь, ноябрьская сумма оказалась в графе долги. За разъяснениями Альфия Гузельбаева обратилась к заведующее отделение, где производила оплату. Как она мне объяснила, деньги у вас заморожены до 22 марта. И поступят они к вам в расчетный центр после 22 марта. Теперь женщина переживает, что на всю сумму задолженности ей будут начисляться пени. Управляющей компании нам подтвердили. Действительно, если деньги вовремя не поступили на ее счет, то накладываются штрафные санкции. Причем их размер считает не человек, а специальная программа. Пени рассчитываются в расчетном центре. Есть программы, которые вообще начисления производят. Соответственно, и пени также рассчитывает программы. То есть вручную никто не сидит и не считает это пени. Это все в автоматическом режиме. Как оказалось, с такой проблемой Альфия Гузельбаева столкнулась не одна. Отметим, что налоговые перечисления, сделанные через проблемные банки, будут считаться исполненными автоматически. Поступят ли также с коммунальными платежами, пока не ясно. Мы подвели итог. У нас 609 таких лицевых счетов, по которым население получит за декабрь платежи с долгами за ноябрь. Общая сумма платежей – это 2,8 миллиона рублей. По ним я также думаю, что мы будем отдельно уже искать вариант решений, для того, чтобы регулировать эти вопросы. В такой же ситуации, как Альфия Гузельбаева, оказались еще и десятки горожан. Главное, что нужно в этой ситуации – это обязательно сохранять все платежные документы и квитанции. Так вам будет намного проще доказать, что вы действительно оплачивали счет-фактуру. Сегодня же министр экономики Республики Артем Сдынов рассказал, что задержки происходят из-за того, что платежные системы банков были блокированы. Переводить деньги приходится практически вручную. Поэтому всех обеспокоенных клиентов попросили просто – подождать. Андрей Шульгай, Рат Мухамедянов, Телеканал Эфир.